Тульский форум В его работе принимают участие представители исполнительной и законодательной власти России и ряда регионов, Общественной палаты России, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, РАН, российские международные представители бизнеса, крупнейших вузов и другие. Инициатором и организатором встречи является Тульский центр экологической политики и культуры. Форум проводится при поддержке правительства Тульской области, Тульской торгово-промышленной палаты, Общественной палаты Тульской области, Территориального регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». Впервые Международный Яснополянский форум состоялся в 2006 году и был проведен совместно с Общественной палатой Тульской области. За все время его проведения в нем приняло участие более 5000 человек, в том числе и из других стран. Поздравительное обращение от имени в Рио губернатора Тульской области Алексея Дюмина зачитал министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов. С приветствием и поздравлениями к участникам форума обратились глава муниципального образования города Тула Юрий Цкипури, депутат Государственной думы Владимир Афонский, член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Юлия Вепринцева, а также гости из Калужской и Ленинградской областей, представители федеральных ведомств, общественных организаций и движений. В рамках форума было подписано соглашение о сотрудничестве в вопросах охраны окружающей среды между Тульской и Калужской областями. Свои подписи по документам поставили министры экологических ведомств соседних регионов Юрий Панфилов и Варвара Антохина. Гости и участники форума дали высокую оценку значению этого мероприятия, высказались о том, чего они ждут от совещаний и встреч. Вопросы экологии крайне важны. Вчера даже на встрече с общественностью временно исполняющая обязанности губернатора Тульской области отметила, что необходима комплексная программа, ее реализация по оздоровлению экологической ситуации, потому что действительно такая, учитывая суммарную технологическую нагрузку в городе Туле, он по-прежнему, к сожалению, входит еще пока в когорту, как я говорю, в загрязненное городо, в центр России. Поэтому, конечно же, вот такая программа нужна. Форум – это собрание ученых, собрание специалистов не только нашего региона, но и стран зарубежных. Это обмен опытом, как бы все делятся своими наработками, достижениями, в том числе в новых технологиях. Поэтому, конечно, работа форума, выводы форума будут очень большое значение иметь для рекомендации, как вообще-то, так сказать, поздравлению экологической ситуации в России, так и для нас это очень важно в городе Туле и Тульской области. На мой взгляд, это значимое событие для Тульской земли. На этом форуме, на различных площадках будут представлены мнения экспертного сообщества, ученых, законодателей, от кого зависит внесение изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации или корректировка, модернизация федерального регионального законодательства с целью улучшения экологического состояния, экологического самочувствия граждан. В связи с революционными изменениями в природоохранном законодательстве необходимо обменяться мнениями, узнать, какая перспектива в решении этих всех нововведений, потому что получается на практике достаточно сложно их реализовать сразу. Поэтому кто-то уже начал, кто-то уже прошел некоторые этапы, встретимся, поговорим. Он нужен, этот форум, по количеству людей, присутствующих здесь, об этом и говорит. О том, что этот форум интересен для многих отраслей, и он взаимосвязан на здоровье человека и на охране окружающей среды. Это является для нас возможностью показать наши проекты по устойчивому развитию в регионе. А что означает устойчивое развитие, в том числе и для вашей компании в нашем регионе? Ну, это означает, мы цементная компания, которая, в принципе, рассчитывает на долгосрочное сотрудничество в регионе. И устойчивое развитие помогает нам в этой сфере. Сегодня очень много изменений в законодательстве. Появились новые абсолютно требования, которые достаточно сложны для восприятия. Они нестандартные, эти требования. Ну, мы уже привыкли к определенным направлениям развития природоохранного законодательства. А сегодня уже к нам предъявляются требования, связанные не только с негативным воздействием на окружающую среду, но и требования к продукции. Поэтому, я думаю, что именно на этом форуме важно услышать вопросы природопользователей и рассмотреть некие вот эти новшества. Презентацию о работе в вопросах улучшения экологической ситуации в Щекинском районе совместно с компанией Щекин Азот представила депутат Тульской областной думы Наталья Пилюс. Аналогичную презентацию о работе по охране окружающей среды и облика города Ефремова представил глава администрации этого города Сергей Болтабаев. Особо выделили поддержку со стороны бизнеса, в том числе международной корпорации «Каргил», которая имеет в Ефремове целый комплекс производственных объектов. В рамках форума также были проведены выставки и тематические круглые столы.